Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Довольно интересная ситуация сложилась. Вы знаете, что Собянин издал указ, согласно которому компании крупные должны перевести до 30% сотрудников на удаленную работу. Это те сотрудники, присутствие которых, так скажем, не обязательно на рабочем месте. Весь вопрос в том, что был создан сервис предоставления информации об установлении численности работников. Запустили его в пятницу 9 октября за несколько дней до окончания срока подачи сведений о работниках, переведенных на удаленку. Многие компании начали загружать, сервис, конечно, перестал работать, как все у нас, в общем-то говоря, цифровое, перестает работать или даже не начинает. И вы знаете, самое главное, что у меня вот моего знакомого коснулось это, и люди недоумевают, почему работодатель в соответствии с указом Собянина обязаны передавать теперь властям, соответственно, всю информацию о сотрудниках, переведенных на удаленку. В частности, номер телефона, номер машины, номер проездного документа, вплоть до номера, там, если вот карточка есть на проходной, прикладываешь, проходишь на работу. Ну, те данные, которые, в принципе, отнесены к персональным данным. И, вы знаете, такая была история уже весной, вы помните, наверное, когда были приложения социальный мониторинг и так далее, то есть люди выходили погулять на балкон, им приходили штрафы, что они покинули квартиру до этого, до смешного доходило. То есть, это не то, что слежка, но, тем не менее, я не понимаю тоже, для чего передавать властям данные о людях, включая нам номер телефона, место проживания, машина, номер машины, проездного документа и так далее. Хотя, по сути, можно передать численность сотрудников, переведенных на удаленку, там, не знаю, кто кем работает и так далее. Хотя, в общем-то говоря, работодатель должен нести за это ответственность, потому что, вы знаете, что у нас происходят постоянно какие-то утечки, а на Совке, на Совеловском рынке можно вообще купить любую базу данных, в принципе, это не проблема. И вот вышла довольно интересная на Радио Свобода статья, этому посвященная. Юристы раскритиковали действия Москвы по сбору данных работников. Юристы назвали незаконными действия московских властей, которые обязали работателей передавать в правительство данные о своих сотрудниках. С 12 октября организации должны будут еженедельно предоставлять те сведения, нарушителям грозит штраф или приостановка даже деятельности. Можете себе представить? Обязанность предоставлять персональные данные противоречит закону, говорят юристы. Трудовые отношения регулируются федеральным законодательством, и Собянин не может своим указом менять норму Трудового кодекса или закон о персональных данных, сказал РБК советник юридической фирмы Томашевской партнеры Рома Янковский. По его словам, по закону работник может не давать работодателю номер своего автомобиля, однако на практике такое право придется доказывать в суде. Ну, посудите сами, на самом деле, значит, вот работают люди, их присутствие в офисе не так обязательно, их переводят на удаленку, и говорят, вы должны предоставить нам номер вашей машины, соответственно, где номер машины, вы понимаете, что можно установить и фамилии, имя, отчество, и, ну, абсолютно все данные, они, безусловно, относятся к персональным. Но, вы знаете, указывается, что в Департаменте информационных технологий Москвы заявили совершенно удивительную вещь. Они говорят, что информация, которую компании должны предоставить, а переведенная на удаленку сотрудника, она не относится к персональным данным, поскольку номера транспортных карт, номер автомобиля, номер телефона указываются без фамилии. То есть, помните, все весной наверняка вот эта фраза «обезличенные данные». Ну, как бы, телефон есть, номер машины есть, номер транспортной карты есть, а фамилии нет. А то, что это все можно установить достаточно быстро, это, как бы, видимо, не принимается во внимание. Я не понимаю, для чего вот весной собирали данные и сейчас собирают данные. Ведь, представьте, крупные компании, до 30% работников, это достаточно много, да, достаточно много. И у меня вот, например, знакомый, он говорит, что есть база данных работников, где, например, если ты предоставляешь вот парковку, заезжаешь, номер машины, там и так все известно. То есть, просто можно из базы данных выдернуть номера машин, и там проставлена фамилия, пропуск, срок действия. То есть, там все данные есть. Идентифицировать человека можно, ну, просто на раз-два. Значит, персональными данными является все, пишут, что может помочь идентифицировать человека. Номер телефона был отнесен к персональным данным постановления правительства в 2019 году. Отмечает управляющий партнер юридической фирмы Надмитов, Иванов и партнеры Александр Надмитов. Имея часть данных, власти могут обратиться к своим базам и узнать недостающую часть сведений о человеке. Например, те же самые ФИО, отмечает представитель коллегии адвокатов Старинский и партнер Владимир Старинский. Значит, вы знаете, вот с 12 октября компании должны отправить не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы, чтобы отчитаться, предоставить мэрии персональные данные сотрудников. В числе этих персональных данных номер мобильного телефона, государственный регистрационный номер автомобиля, номер электронной карты «Тройка» или «Стрелка», номер социальной карты или номер месячного проездного безлимитного билета. Если компания откажется предоставлять данные или вообще проигнорировать требования о переводе сотрудников на удаленный режим, грозят санкции. Значит, санкции, кстати говоря, довольно-таки серьезные. На первый раз должностным лицам в случае нарушения грозят штраф от 10 до 50 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям от 30 до 50 тысяч, юрлицам от 100 до 300 тысяч. За повторное нарушение штрафа увеличивается до 500 тысяч или вводится дисквалификация на срок до 3 лет. Индивидуальные предпринимательные компании могут заплатить до 1 миллиона, а деятельность последних могут приостановить на срок до 3 месяцев. Я вообще не понимаю, для чего, для чего, собственно говоря, потребовались данные, включая номера проездных «Тройка» для метро и «Стрелка». Значит, «Стрелка», у меня «Тройка» вот есть, а «Стрелка», она, по-моему, для электричек. Это просто непонятно, понимаете? Потому что, еще раз говорю, весной очень многие удивлялись, что собирают данные полностью. Да, вот это приложение «Социальный мониторинг» заставляли устанавливать прямо в мобильный телефон, чтобы получить, соответственно, там, вот, необходимо было получить, если разрешение, там, на прогулку или, там, на выезд еще куда-то и так далее. Все это делалось через приложение. И тогда, на самом деле, уже всерьез многие задумывались, что эти приложения оставят навсегда. Но нет, все, так сказать, это ушло и все. Но сейчас вот людей переводят на удаленку. Мне интересно ваше мнение. Вот перевели человека на удаленку. Ну, хорошо, компания же знает, какой человек конкретно находится на удаленном режиме работы. Для чего это знать государственным органам? Мне кажется, государственным органам достаточно знать, конкретная компания, сколько человек перевела на удаленную. Что это 30 процентов. Все, выполнили, соответственно, указ-то. А зачем государственным органам знать, что за люди конкретно? И да еще и фактически персональные данные, как признают юристы. Зачем? Это должна знать сама компания. Это регулируется трудовым законодательством. Человек заключил трудовой договор. Соответственно, персональные данные хранятся у работодателя. Почему работодатель обязан теперь, в соответствии с указом Собянина, который противоречит трудовому кодексу, передавать эти данные в государственные органы? Почему? Почему человек, который переведен на удаленку, должен раскрыть теперь, причем он не раскрывает, он может сказать, я не хочу. А работодатель скажет, гуляй, Вася, до свидания. Очень странная ситуация. Интересно ваше мнение, ребят. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, на мой основе Будда Гришна. Подписывайтесь на канал о саморазвитии Будда Гришна Live. Там ролики у кого-то редко, но тоже выходят. И на Инстаграм, кому интересно, кому хочется узнать меня поближе. С вами был Будда Гришна, берегите себя, будьте здоровы, всем пока, до встречи.